Всем привет! Сегодня мы приготовим три полезных блюда в аэрогриле. Банановый хлеб без сахара и муки, очень нежный омлет с творогом, помидором и шпинатом, а также полезные булочки с творогом на завтрак. Первый рецепт это банановый хлеб без муки. Заглядывайте в описание, там вы найдете всегда полный перечень ингредиентов и описание всех рецептов с температурой и временем приготовления в аэрогриле. Если вы используете духовку для этих целей, просто увеличите время и температуру на 10 градусов. Тогда получится примерно то же самое. Для данного полезного бананного хлеба или кекса нам понадобится три очень спелых банана. Именно такие, чтобы они были прям коричневые в точечку. Благодаря этому кекс будет очень сладкий и не нужно будет добавлять туда сахар. Для сладости также можете добавить кленовый сироп или сахарозаменитель, в крайнем случае мед или сахар. В тесто добавляем два больших яйца, все перемешиваем. Вместо муки будем использовать овсяные хлопья. Если у вас в магазине не продается овсяная мука, то возьмите цельнозерновые овсяные хлопья и измельчите их на блендере. В тесто добавляем овсяную муку, цельнозерновые овсяные хлопья. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и пол чайной ложки соды. Любое растительное масло без запаха. Я использую кокосовое масло и растоплю его в микроволновке. В тесто добавляем щепотку соли. Можно добавить по желанию орехи. Я добавлю миндальную стружку. Очень вкусно будет измельченный грецкий орех. И по желанию добавляем шоколадные капли. В них, конечно же, есть сахар, но в основное тесто мы сахара не добавляем. И этот кекс получится очень вкусный и без шоколадных капель. Можно их не использовать, а, например, добавить изюм. Если выпекаете в духовке, то все тесто выливайте в форму для кекса. Запекайте примерно 180 градусов 40 минут. Я готовлю в аэрогриле, поэтому я часть теста делю на порционные маленькие кексы. Кладу тесто в 9 силиконовых формочек для маффинов. И именно такое количество вмещается в мой аэрогриль. Кексы выпекаем при 180 градусах 15 минут. Вот такие румяные кексы у нас получились за 15 минут. У некоторых вытянутые верхушки. Это нормально для выпечки в аэрогриле, особенно порционных кексов. Вторую половину теста я выкладываю в силиконовую форму для кекса или для хлеба. Эта форма по диагонали впритык влезла в мой аэрогриль. Длина 21 сантиметр, но за счет ручек примерно 24,8. Поэтому плотно я ее засунула. Оставлю ссылочку в описании, если вас интересует тоже такая форма, например, для хлеба. Кекс в целой форме будет дольше выпекаться, чем порционные кексы. Поэтому я оставлю немного другое время и температуру. 160 градусов примерно 20 минут, чтобы верх не горел, но внутри кекс пропекался. Посмотрите, какой он мягкий внутри, влажный. Я очень не люблю сухую выпечку, и поэтому в большинстве моих рецептов будет именно влажная, мягкая выпечка. Посмотрите, одним пальцем я разломала полностью кекс. Получается очень вкусно. Без шоколадных капель этот рецепт подойдет даже самым маленьким деткам. Посмотрите, какой он мягкий. Палец просто проваливается в кексе. Очень вкусно на десерт, на завтрак, на полдник. Обязательно приготовьте. Вам именно этот рецепт безумно понравится. Я в этом просто уверена. Напишите в комментарии, если приготовите. И понравилось ли вам. Второй рецепт в этом видео это полезный омлет с творогом. Я буду использовать гранулированный творог. У нас он переводится как домашний сыр. Но мне кажется, это такой домашний творог, гранулированный, немножко жидкий. По консистенции вы поймете, что я имею в виду. И я думаю, что в каждой стране он называется по-разному. Для рецепта нам понадобится 3 яйца. Я натираю сыр на терке. Использую также 1 помидор. Замороженный шпинат. Можно использовать свежий. Режем мелко помидор. Я его не очищаю от семян. И оставляю кожуру. Просто мелко измельчаем. Мы все знаем, что шпинат очень полезный. Но не все его любят кушать. Поэтому вот такие замороженные брусочки я время от времени добавляю в разные рецепты. Он несет пользу, а вкуса особого не дает. И это прекрасно для тех, кто не может есть зелень или не может добавить ее в свой рацион. Если шпинат свежий, то просто мелко его режем. Если замороженный, как у меня, то размораживаем. В отдельной миске взбиваем 3 яйца с солью с перцем. И добавляем 3 столовые ложки гранулированного домашнего творога. Все перемешиваем. Добавляем размороженный шпинат, помидоры и сыр. Часть сыра я оставляю, чтобы посыпать сверху для образования хрустящей корочки. В данный омлет можно добавить любимую смесь. Я добавляю вот такую смесь специально для омлетов. Туда входят разные специи, сушеные томаты, петрушка, укроп, соль. Получается очень вкусно. Используйте любые ваши любимые травы. Аэрогриль по диаметру у меня примерно 21 см. В данном случае я использую невысокую форму 19 см в диаметре. Ссылочки на похожие продукты для аэрогриля я оставляю всегда в описании. Заходите и заказывайте на Алиэкспресс. Выпекаем омлет при 180 градусах 20 минут. Пока омлет выпекается, нарезаем зелень. У меня зеленый лук. Такой омлет идеально подойдет на завтрак. Я бы сказала, даже на обед и на ужин. Всем приятного аппетита! Омлет получается очень нежным, воздушным, а также очень полезным из-за большого содержания белка. Там творог и яйца. Также клетчатка, помидоры и шпинат. И последний рецепт на сегодня это полезные булочки с творогом и зеленью. Мы будем использовать цельнозерновую пшеничную муку, чтобы сделать булочки более полезным. Но я думаю, что вполне можно использовать также и овсяную муку вместо пшеничной цельнозерновой. Берем брикет пастообразного творога. У меня 180 грамм 9%. Я думаю, что все уже знают, что обезжиренный творог мы не кушаем. Даже если худеем. Кладем пару столовых ложек цельнозерновой муки. Добавляем соль и много-много зелени. Я добавляю петрушку, лук, укроп. Солим, перчим по вкусу. Эти булочки получаются очень нейтральные. Советую добавить сюда сушеный чеснок, сушеный лук или любые другие специи на ваш вкус. Режем мелко, много зелени. Я использую петрушку, укроп, зеленый лук. Тесто получается довольно плотным. Катаем из него шарики. У меня получилось 9 небольших шариков. Выкладываю их на силиконовый коврик, чтобы они не пригорели. Смачиваем руки либо маслом, либо водой. Я смочила водой. Лепим небольшие шарики. Сверху можно сбрызнуть немного оливковым маслом. Сверху можно сбрызнуть немного оливковым маслом. Булочки выпекаем при 160 градусах примерно 13-15 минут. Вкусный, полезный завтрак готов. Я такие булочки кушаю с яичницей и с салатом. Получается очень вкусно вместо хлеба на завтрак. Всем приятного аппетита! Спасибо, что были со мной все это видео. Напишите в комментариях, если что-то приготовите из моих рецептов. А я с вами встречусь в новом видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!